А ты уже вот так перешел? Нет. Постарайся все сделать так, как будто тебе нужно сделать почтенный рисунок, но только двумя цветами. То есть, более внимательно, более усердно. То есть, не посадненько закрасить. В других случаях мы закрашиваем посадненько, но в этом случае постарайся не посадненько. Итак, у тебя только белые и только голубые. Для чего мы это делаем? Для того, чтобы ты, накидав цвет, не сбился с толку. Сейчас ты, ну как бы, сине-белым сделаешь весь рисунок. У тебя будут видны все подробности, которые ты потом будешь наполнять цветом. То есть, это ход удобный именно для человека, неопытного в рисовании. То есть, может человек быть хорошим цветовиком, но будет неопытен в рисовании. И чтобы эта неопытность не вылезла, мы это рисование сначала выполним двусложно, и оно не даст тебе попортить всю картинку. Только, ну, поправить будет легко. Будет легко вот это все поправлять. Вот такое, вот такое. Рябенькое, рябенькое, где надо светленькое, и все только сине-белый. Вот это вот, ну, не было ж такой задачи вообще. Никто ж эту задачу не ставил. Не нужно. Нам как раз нужны рябые, рябые проявления. И коричневый нам пока не нужен. Давай сделаем... Вот то, как ты умеешь, ты и так уже дома делаешь. А судя по всему, ты уже что-то дома делаешь. Поэтому давай поделаем так, как я умею. И так коричневым больше пока никаким, ни коричневым, ни другим цветом не пользуешься. Пока ты не добьешься идеи рисунка в своей картине. Так, как если бы у тебя не было других цветов, а тебе нужно было бы добиться именно этого. Ладно? Давай-давай. Так, ну вот, например, честно говоря, вот эти мазочки вот сюда вот так не падают. Там есть какая-то обостренность мазочков сюда. Понимаешь, если мы сейчас цветные мазочки начнем так же врать, будет уже трудно ремонтировать. Пока мы еще в рамках голубого, все-таки давай познакомимся с задачей. А задача вот такая. Ритмы туда. Ритмы здесь. Ритмы. Есть там такое, да? Ритмы здесь. Вот здесь очень светло. То есть, если что, возьмешь другую кисть, выдавишь белил еще, вот белила. И подложишь светло, как там и есть. То есть, добьемся идеи рисунка, идеи рисунка без цвета пока. Только два, две тональности. Ага, ну все равно подходящие. В общем, вот эти вот а-ля щетина и длинный ворс. Это тоже щетина, только круглая. Может быть, даже круглая сейчас особо не будет. Значит, зашвырнем в картину первые признаки света. И начнем, естественно, с центра, как главного аргумента композиции. То есть, в картину приходит цвет. Можно было бы получше все это понакидать. Но уже нельзя бесконечно. Пойдем дальше. Жаль, что не осталось продресси. То есть, тоже, если все еще раз будут что-то подобное делать, старайся все-таки продресси оставлять. Потому что это все замазано краской. Лучше, чтобы были продресси. Иди посмотри. Вот это. Вот эти. Незакрашенные кусочки холста. Они как бы создают эффект воздуха. Эффект легкости исполнения. А это уже замазано. И так лучше с продрессами. Мелкий мазочек. Лежачей кистью. Рыхловатый мазочек. Рыхловатый. Рыхловатый. Вот такие ударчики. Лежачей кистью по холсту. Должны создать рябь. То есть, компрессионизм это рябь. Мазков. Ритмическая, как правило, рябь. То есть, ритмы. Всюду ритмы. Ритм это когда масса мазочков смотрит в одном направлении. Вот здесь прямо наполнено в этом направлении. Здесь в этом. Здесь есть направление. Здесь. Всюду есть направление. Забиваешь теперь. Рыхлым. Суховатым. Без капли разжижения. Мазочком. Можешь даже вот так ударять. Но лежачей кистью. Вот оно. То же самое. Желтость. Стараешься везде поработать. А не вцепиться в какой-то кусок. Но особенно центр. Ты видишь красный уже появился. Ты видишь желтый появился. Это уже не один цвет. Просто этот цвет свет. Сначала накидай его. Потом уже будешь нюансы находить. Ну такие нюансы, например, как вот эта разбеленная зеленца. Можно, конечно, сейчас ею. Но какой смысл? Когда нам нужно кинуть в картину свет. Вот этот свет ты и закинуешь. В первую очередь его. А потом уже нюансы. Добираешь. И вот оно. Здесь тоже должно было быть светло. Но кто-то не стал усердствовать в рисунке. То есть в той задаче, которая была поставлена. Но будем уже идти дальше. А в следующий раз. Смотри, как удобно было бы. Если бы там было бы светло. Правда? Давай так. Рыхлый мазочек. Рыхлый. И не в шахматном порядке. Вот это называется шахматный порядок. Хотя он красиво зайдет. Мол он там. Но слишком уж шахматный. Поэтому старайся более плотно. Плотно укрывать. Сухо и плотно. Цельнее чуть-чуть. Опять же, если бы кто-то там утрудился бы положить светло на этапе голубого. Было бы удобнее укладывать. Согласен, да? Чуть плотнее. Можешь теперь действительно уже захватить и вот этот цвет. Бирюзовенький. Прохладноватый. И его чуть-чуть понакидать. Вот такая рыхлятина. Пёрышки. Укладка. Как бы перьями. Лежачая кисть. Рвань. Мазка. Перистого. Опять же, если бы сохранилась бы вот эта, было бы удобнее исполнять. Некоторую закругленность этих местных. То есть, этот торчит, этот торчит. А, нет, этот тоже закругляется. И более крупный мазок. Вот такие уже действия, да? Здесь наоборот. Мелочь. Мелочь вот такая. Мелочь. А тёмные поток? Ну, тёмные, вообще-то, ты должен был положить уже давно. Вот. Но ты его не положил голубым. Голубым ты его не положил. Ты изначально должен был здесь нашвырять голубые. Ну, там голубой уже, да. С коричневым, с розовым, если надо. Набросишь. Набросишь. Часто дополняешь новым цветом. Ну, краска периодически всё-таки светлая заходила. Ну, чистая заходила. Не сильно доперемешивалась. Дополняешь, дополняешь. Вот эти пробелы загонишь. Цвет неба. Прямо вычитанием. Многое в живописи пишется вычитанием. Вот эти теплотики наложишь. Ты справедливо заметил, что ультрамарин был бы лучше. Вот, сейчас мы с тобой дополним ещё и ультрамарином. Приняли для того, чтобы силу тона, которая ультрамарином не добирается, всё-таки набирать. И в эти теневые понашвыряешь ультрамариновых тёмностей. В том числе и цветовыми, которые там нужны и с коричневизной. Вот эти темноты глуховатого характера можешь взять коричневый, синий. И прямо вот такими плотными, глухими, чирками уложить. А уже потом на них запускать цветнотики. Хорошо? Давай так. Сбреем вот так. Тогда мы действительно сбреваем. Ну, раз ты всё испортил, тогда начни прямо с нуля. Опять 25. Чернявости, светлявости. Чернявости. Нашвырять. Нашвырять. Ладно? Так, опять щипрой. Продолжение, да? Да. Ну, как вариант. Понятно, мне хватает техники так положить. Тебе, скорее всего, не хватит. Ну, просто я, чтобы побыстрее избавиться от твоих этих мучений. Ну, а дальше снова лежачая кисть и уйма мазков. Много-много-много вот этих вот мазочечек. Смотрите, я везде сразу. Не в одном только месте. А сразу везде. Да, бишь, у меня немножко кисть работает, как... Как швейная машинка. Набивает, 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 набивает. То есть, однажды, распробовав мазок, пошел, пошел, пошел набивать. Рядочечки. Рядочечки вот эти. Прямо, которые... Вот, рядочком. Взбиваю. Почему здесь залатал дырки? Здесь же у нас небо просвечивается. Как оно просвечивается. Целыми озерцами просвечивает. И мелкими, и крупными. Есть там такое. Если не видишь, то поверь. Не, я вижу. Оно это замалывает. Предсказуемо было, что ты зайдешь за линию. Обычно, когда мы уточняем, мы увеличиваем в размерах. Помня эту беду. Бережемся от того, чтобы увеличить. Хорошо? Просто бережемся. Обязательно начнем наползать. И дальше до конца. То есть, чуть-чуть с розовиночкой. Чуть-чуть. И выраженность облаков на макушках. Растворенность внизушка. Ну и продолжай натыкивать мелочи. Очень хороший кусок беречь пока. Очень хороший кусок беречь весь. И голубой беречь. Ни за что при голубой. Хорошо? Очень хорошо звучит. Здесь внятное. Свет тени. Мало того, он в контражуре к свету. За ним свет заливает все. А он темен. Он в контражуре. Поэтому, то аморфность, которую ты там создал. Тоновую аморфность. Когда не было темного. Никак не может там сидеть. Значит, я, чтобы ускорить процесс набора. Взял сейчас большую кисть. Но это не повод. Ну вообще без красок. Конечно, вот то, чем ты занимался, понятно, что для этого краска не нужна. Смотри, крупная кисть тоже хороший мозочек раздает. И как бы даже мелкий. То есть, мигая боками, можно раздать и мелкие мозочки. А главное, что рыхлые. Вот чего они все плачут. Смотри, там кустяка растопыренный. Вот такой. А у тебя он плачущий, как ива. Оставляю чуть-чуть вот этот голубоватый. Там-сям. Смотри, крупной кистью можно крупно нашкодить. Поэтому постарайся быть максимально внимательным. Создай условия для чистых цветиков. Хоть какие-то на палитре хоржа. Потому что там уже нет возможности положить. Значит, вокруг куста, если ты видишь, очень ярок свет. Очень ярок. Вот такие рыхлые мозочки. Они здесь очень уместны. Нет там такой очерченной ситуации. Там есть чуть выше, чуть ниже. Нет этого кругляшка. Сюда заходит свет. Давай. Синий розовый. Синий коричневый. Не разглядел ты там темноту. Хотя вот, ты же спросил, а сам не стал делать. Посмотри. Темноту. Здесь тоже несколько чернот. Поподложить. Поподложить. И даже вот отчертить темнотой теневой в некоторых местах. Есть этот каркас темных пятен. Пушисто, взбито черно. Смотри. Черно. Есть такое, да? Чернявочки. Есть, да? Ну вот, вот, вот то, что я хотел, чтобы ты поподложил. Давай. То есть, темный каркас картина. Только она по воде идет вся в балахоне таком, а хочется, чтобы она прироздилась чуть-чуть. Действие. Чуть-чуть рубануть. Рубануть, чтобы появился не призрачный мазок, а более геометричный. Логично, да? Такой геометричный мазочечек сразу объясняет во-первых, что там, а во-вторых, делает богаче содержание. Логично? Это уже некоторую рыхлость, чтобы везде было ощущение, что это мазочки как перышки. Как будто перьями цветными зашвыряли. Опять ты заслонил. Ну, что ж такое? Ну, я ж тебе чернявый дал. Почему зеленявый? Ну, там черный. Черный. Ну, почему зеленый? Уже ж несколько раз на черный обратил твое внимание. Мало того, дважды обращал твое внимание на дырки озерами. Дырки между деревьев. Ну, и что это? Стая. одичавших листьев. Вот не очень иногда понятна логика действий человека. Уже ж даже и показываешь. Нет. У него какой-то свой взгляд на эти вещи. это в тени очень сильно. Это здесь на переднем плане и очень сильно в тени. И оно заслонило заслонило. Все, что сзади. но дырочки неба поставались. Посмотри, как хорошо с дырочками неба. логично, правда? Да. Но, чтобы так сделать, нужно прожить целую жизнь. Ерунду говоришь. Кто тебе мешал положить черный? Ну, вот я не отошел непосредственно. А, я же договорил. Зачем трогал внизу? Было красиво. Зачем? Говорил же, не трогай внизу. Зачем трогал? Посмотри, что это надел. Ну, не жаль, вот, когда красивое произошло, его не жалко. Или ты не почувствовал, что она красивая? Нет, надо танковым цветом было все перемазать. Еще эту кляксу поставить. Вообще не отсюда эта клякса. Я даже когда мазки эти клал, я старался их класть рваными в унисон. Понимаешь? Ну, отрицательные вот это такое. Ну, не настолько отрицательные, но просто хочется, что... Я понимаю. Был же момент, когда все так хорошо склавилось. Ладно.